В голубом зале Казанского федерального университета прошел образовательный лекторий для высших образовательных учреждений столицы Республики Татарстан. Темой обсуждений стала работа над усилением бренда вузов. В начале мероприятия с приветственным словом выступил проректор по административной работе Сергей Прохоров. Он подчеркнул важность развития бренда работодателей. Казанский университет является не только известным в Поволжье образовательным учреждением, но и развивает свой бренд как работодатель. В прошлом году у нас в университете был открыт центр развития кадрового потенциала. Одна из его целей это создание положительного образа у университета у сотрудников и у соискателей. Далее обсудили роль кадровой политики Казанского федерального университета в рамках реализации программы развития университета до 2030 года. Марат Сафиуллин, проректор по вопросам экономического и стратегического развития, рассказал об опыте участия Казанского университета в рейтинге 100 лучших работодателей от сайта ХХРУ. Главный момент в условиях дефицита ресурсов, помимо узнаваемости, помимо эффективности, есть показатель вовлеченности. Поэтому на основе этого многомерного анализа, анализа практик образовательных, исследовательских, мы нашли ниши, которые при нашем человеческом индустриальном потенциале могли бы обеспечить динамичный рост. Развитие бренда и работодателя важно для выстраивания коммуникации с работниками. Каждый из нас большую часть своей жизни проводит на должностном месте со своими коллегами. Поэтому создание экологичной атмосферы в коллективе – одна из ключевых задач руководства. Работодатель очень важен как для соискателей, тех людей, которых мы приглашаем на работу. И он важен для сотрудников организации, для того, чтобы люди понимали свою ценность в этой организации, чтобы они были вовлечены в процесс, чтобы мы как можно ценнее использовали человеческий потенциал. И тем более сейчас идет тренд на то, чтобы работодатели заботились о благополучии и о комфорте своих работников на рабочем месте. В 2022 году в рамках программы «Приоритет 2030» был создан Центр развития кадрового потенциала. Работа этого подразделения заключается в аналитике направлений, которые требуют особого внимания. В 2022 году Казанский федеральный университет вошел в рейтинг топ-100 лучших работодателей. ВУЗ занял 75-ю позицию в списке среди крупнейших компаний. Чтобы не испортить обстановку и ситуацию, необходимо провести тщательную подготовительную работу. Может быть, пообщаться с коллегами, которые прошли уже какой-то определенный путь, имеют и позитивный, и негативный опыт. Вот как раз мы в рамках этого мероприятия пригласили коллег из других университетов совместно с исполнительным комитетом города Казани и компанией «Хэдхантер», для того, чтобы обсудить те проблемы, которые есть у нас, которые нас объединяют как общие проблемы, как у работодателей, проблемы, которые нас объединяют как работодателей образовательных организаций, и, может быть, какие-то точные уникальные проблемы. Для КФУ заниматься развитием бренда работодателей – одна из ключевых задач. В штабе ВУЗа трудятся сотрудники из разных сфер – врачи, преподаватели, воспитатели. Каждому нужен определенный подход и условия для выполнения качественной работы. Здесь есть два очень важных для нас аспекта. Во-первых, мы большой работодатель, то есть мы ведь нанимаем не только научных работников, педагогических работников, но у нас большой штаб, практически три тысячи врачей. У нас много обслуживающего персонала, и поэтому очень важно, чтобы на всех позициях были лучшие кадры. Поэтому в этом плане очень правильно для нас сверить часы и получить сторонние рекомендации, как нам улучшить процесс, потому что через «Хэдхантер» мы видим, какие есть жалобы, почему люди уходят, что их не устраивает, и, самое главное, как мы могли бы этот процесс улучшить. Отметим, что все вакансии, которые имеются в структуре КФУ, можно найти на официальном сайте Казанского федерального университета и на платформе «Хэдхантер». Важно, что при поиске вакантных мест через платформу «Хэдхантер» соискатель может увидеть, что ВУЗ входит в рейтинг топ-100 лучших работодателей. Аделина Абдрахманова, Фарид Захетуглы, Андрей Багаудинов, Универньюс.